друзья всем привет вот решил выйти в огород накупил удобрение сейчас буду чеснок подкармливать что купил сейчас покажу и расскажу как интересный интересную историю про цены 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 интересны цены интересны тут посмотрел интернет и наши надо подкормить чеснок короче и пошел лишь я искать удобрения вот такое удобрение тертика аммиачная цена у него в одном магазине я зашел цветочном магазине стоит 200 рублей думаю недорого том году не по 100 рублей были потом думаю ну надо в интернете поглядеть поглядел в интернете нашел я на яндекс маркете по молода по 150 рублей что аммиачную селитру что сульфат магния там фермики по 150 рублей отложился в корзину ну и ладно а потом думаю да нет пойдет себе на рынок схожу прихожу на рынке 100 рублей килограмм как и в том году и вот такой сульфат магния буйские удобрения полкило 70 рублей вот я сейчас буду добавлять разводить в воде и поливать чеснок и взял еще на всякий случай пока был рядом там лишь у них постоянный клиент вот фертика плюс 100 грамм 145 рублей 20 грамм на 10 литров но это по под корень а поливать фу опрыскивать этим какого опрыскиватель там пополам идет азот фосфор калия азота 12 азот фосфора 11 калия 26 это ближе идет концу сезона так сказать когда огурцы уже на подходе помидоры огурцы там ну тогда уже плодоношение идет им я пока не буду просто его купил на будущее знать что есть и купил еще вот такую штуку сейчас покажу это цветная капуста но это цветная капуста она декоративная 1 год к а еще сейчас она растет красиво короче я просто видел в том году не не в том году года три или четыре назад я пытался ее дома вырастить из семян ну я не смог короче на мог бы вставлять фотки я бы вставил я не знаю мне некогда просто это делать если разобраться то я смогу на фотографию повставлять всякий разность ну я хочу вот так вот снять одним кадром так сказать видео и все и купил еще спаржу такую хочу показать как я ее сажаю без всяких заморочек без замачивания без там танцев с бубнами как некоторые там ой там это надо то да надо то полчаса показывает там 20 секунд короче покажу как я сажать и все и может быть это будет серия вот а да я и не знаю это так я сделаю отдельно я без я сниму ну показывать но показывать вам не буду так что сейчас так продолжаем рекомендации по использованию по 20 20 грамм на 10 литров у меня есть весы куда теперь я модный так так на получилось чуть больше и надо переделать нельзя ж много чуть отсыпал получилось чуть 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 меньше получилась не все сейчас воду и вперед с песни с поливальником у меня тут вот вода слив дождевой водичкой будем поливать желтеет трава моя которая вот попросить поприскал а ты ну чтобы она сдохла и снег пошел тогда у нас два дня была она все-таки желтеет вот так вот будем поливать друзья как как вы вот поливали я вот называю вот этого то поливальник почему-то не знаю с детства не лейка там ничего поливальник хочешь ты помощь при помощи не можешь поливаешь поливаешь значит на поливальник так вот я думаю сюда штуки 4 у таких поливальника 10 литровых вылить вот сейчас еще подкормить клематисы свои также таким же раствором клематис уже пошел в рост вот они что снимаю непонятно да вот они зеленые пошли но я не буду сегодня в этом сегодня в этом году обрезать посмотрю как как он в этом году будет новый вот пошел в рост это другой меня сорт какой-то рыжий помощник фунтик вот трава которая сохнет ну и плющ не растет где поливаю чуть опять смотрю хочу вам показать какое есть снимание . надо вот как молодила вода вспомнил как его еще называет вот каком-то видео не помнил это вот звезда вот так вот бадьян или бадан цветет у кого есть друзья скажите он вообще я за него читал что он лечебный с него пью такие цветочки прикольный классно в аптеках продают сухие листья ну уже как как чай но я читал что пить надо прошлогодние листья которые уже сухие вот они так вот я не знаю димон что то я это стримаев кто-нибудь пробовал часть него но у кого дома растет пить интересно у меня у родителей он тоже растет на у матери мамки спрашивал я ты пила чай она нет это тоже побаиваюсь вот кто пил расскажите как он на вкус на цвет так на наш капусту эту посадить сейчас надо место выбрать еще сказали просто вытащил ямку это полога какая корневая классно и посадил то есть без заморочек я люблю такие посадки что выкопал втыкнул не все без заморочек но остальные сейчас посажу и покажу друзья корневая просто шикарно всем бы такие такую корневую до комнатным цветом очередным шедевр их вот так вот в ряд 3 посадил дома будет красиво это у меня лук ой 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 по моему нормальный хороший так сказать сортовые вылазить что он еще тут показать но спаржу да вот она лезет 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 против солнца снимая не знаю видно вам а лыча цветет просто кровь а запах какой шикарный класс это дерево уже тоже лет очень много это вот второй год у меня цветут разрослись карликовые ирисы или мини там или как они там и их в основном называют карликовые по всему кругу начали красота тюльпанчику подходит роза пошли в рост вот так вот они растут толпой нарцисс обычный желтенький ой блин я сколько видел нарциссов я не знал что не столько их много у лены лена привет как отвлекли мечт у лены на канале как цветочные огородные дела да по моему так если неправильно сказать она и адениум и занимается и и сдача у нее там вот у них столько этих нарциссов я прям первый раз увидел что столько много тут я уже начал адениум свои выгуливать потихоньку денежное дерево ночная ваза кашпо ничего нормально закаляется потихоньку но у нас не холодно ветер просто просто ветер друзья это наша очередная очередной очередная охота на спаржу сейчас я уберу одуванчик он не нужен вообще тут разрастается это так вот тут немало будем разать а вот этот кустик я по-моему и сажал весь контейнер и не разделял некоторые контейнера разделял на часть чтобы рассадить так куда бедно есть большой попробую срезать но хочу оставить на на метелке да и рекомендуют несколько оставлять этих не получилось срезов чтобы она росла и зеленая масса потом уходила обратно в корень так сказать нарастала укрепить у крупнялась так сказать фунте рожа морда да вот какой чай люди хочу показать еще раз у нас такой огромный из лютий спажу оказывается то мне дочи понравилось забрала мне всю причем так конце недели надо третье уже обработку делать топазом от мучнистой росы посмотрим что в этом году как будет хорошо или нет лучше велик какой хорошая ну что друзья спасибо за просмотр лайки подписки комментарии всем пока пока